она пишет в городе грязь и и решаем о том что мы должны подменять тех кто получил деньги и за них решать эту проблему мы этого не делаем но поддержку больше там где это возможно оказать оказывает сейчас по моему эта группа дочек приходил на прием у них шоу не за программа сдача дома должна была произойти в конце начале сентября где-то в конце сентября двадцать пятого тридцатого до вас 50 . должны получить квартиру какой вопрос не решался можно его решить я не собираюсь говорить о том что мы их бюджет должны достать деньги отдать дочеку за то что у них свои соглашения но это не будет как бы дать поручение водоканала чтобы разрешил в этот технический условий на подключение дома при всех сложностях это сделал хотя это тоже нагрузка на муниципальный водоканал но это было сделано с расходочкой перед лимборским закачком в течение двух лет рассчитаться по долгам чтобы это было быстро делали это мы эти квартиры люди получают с концом месяца планируется дача еще одного дома на сто двадцать пять квартир проблем больше к существу и объективны эти проблемы очень плотно занимается департамент по строительству правительства у нас занимает управление по развитию территории и заместитель мой заместитель по верующей строительству еще раз говорю когда дочь сюда приходит и рассказывает о тех службе с которыми мы столкнулись там надо внимательно разбираться очень внимательно разбираться а вот конкретно перечислить адреса количество что удалось решить информация секретная эта информация есть перспективы сдачи объектов я тогда прошу подготовить спасибо александр затронул тему долгожданную тему 17 сентября то есть празднование каким образом так что знаете у меня узкий вопрос вопрос скажем так поступивший от нашего в наших радиослушателей от ряда радиослушателей наверняка вы помните встречались в этом же зале накануне сим празднования 70-летия победы и тогда было достаточно много сделано в том плане что многие организации наши осуществляющие оказание бытовых услуг и прочих и прочих и прочих и прочих пошли на встречу и для пожилых людей для ветеранов войны были определенные ну скажем так скидки возможности предоставлены именно в рамках празднования дней празднования 70-летия получать вот эти самые услуги в этом году цитирую вопрос нам что-то подобное улыбнется недалеко сегодня вопрос обсуждали тоже с оксаном николаевичем предложение культуры заместители которые этим занимаются жители города брянску ждет большая программа и культурная и развлекательная и посвященная 73-й годовщине освобождения города брянска в том числе для наших пожилых жителей мы готовим несколько приятных моментов лучше могу сказать и к нам приедут делегации из других городов в том числе могу перечислиться наши города братья мы больше это латвия литва это гомель это сербия и другие из других городов братья также все мероприятия начнутся еще 15 сентября будет организовано праздничный прием для наших ветеранов перед отечественной войны затем 16 сентября в ночь часов с 16 на 17 будет организован и лукавритку площади партизан до кургана бессмертия также посвященный днем города ну и дальше всю программу мероприятий в ближайшее время опубликуем все остальные группы будут заходить с массой салют и как я вам сказал будет если позволите можно закончить салют как я уже сказал будет 21 час 30 минут в отличие от предыдущих лет по нескольким причинам одна из них именно 21 30 было произведен первый салют в городе я должен покаяться я имел грех в девяносто первом году работать на руководящей должности в горосполкоме правда недолго это продлилось а вот у меня создалось стойкое впечатление что в то время чиновников было значительно меньше по количеству и и профессиональный уровень был намного выше чем сейчас поэтому у меня такой вопрос во первых сколько сейчас работают чиновников в городской администрации и почему у вас два я смотрю это как бы бред то есть тогда был бы хрушенков один анатолий егорович а я смотрю то есть сначала у вас будет два потом три потом четыре так по каждой должности вот это как бы нормально и планируете ли вы каким-то образом сейчас все-таки и достаточно большие возможности электронного и документооборота и управления сокращать и оптимизировать структуру чиновников и вообще приводить его в какой-то нормальный управленческий вид потому что ну как бы странно когда в глазах у меня двоится я абсолютно трезвый сюда пришел спасибо спасибо что вы сюда пришли трезвый по отношении истории я рад что вы работаете ну значит у вас есть представление есть возможность сравнивать и иногда вы сказали свою обиду что вы не отказались в этой касте до сегодняшнего дня ну если бы хотел оказался все это было решение хорошо хорошо в отношении того что в глазах не двоюсь у вас тогда тогда наверно вы были очень молоды еще не разбирались в принципах управления было хрушенко был первый слитка вы дружим не было на тебе нос первый год когда вы претендовали горсовет был уже начало скажу тогда я чиновникам работаю конца двенадцать двадцать пять лет сколько чиновника начинают вместить и тогда поэтому я помню картинки когда руководитель райисполкома или горисполкома первый слитарь а затем райком упразднили первые слитари ушли на должности председателя горсоветов и райсоветов тогда у нас немножко не так было то есть горсовет был это совершенно другая структура там один человек сидел и секретарь не был председатель горсовет был тогда уже два года это отношение нет так что сейчас депутаты куда поделись а вы уже представляете исполнительную власть и депутата я никого не защищаю просто немного в историю ради того чтобы мы определились по точкам отсчета и в отношении чиновников чиновников городской администрации на сегодняшний день только начиная с 2009 года по сегодняшний день готовить записку в область для того чтобы доказать что у меня бюджетное отношение в расчете на тысячу населения города брянска у нас 160 в ярославль 2,6 в Стамбуле 2 чиновника на тысячу дальше в городе проживает 423 тысячи умножьте 1,6 на 423 от всех чиновников и муниципальных и технических и так далее и так далее в городсполкоме работало меньше 100 человек вот сейчас сколько работают в городской администрации я вам назвал цифру так всех чиновников я не делюсь сегодня у вас в городсполком тогда была и коммунальность я и говорю и коммунальность сейчас сколько цифр у нас есть? я вам называю 1,6 умножьте на 423 вот наше число чиновников всех то есть это почти 800 человек 150 почти 600 человек это всех комитет ЖКХ это управление про развитие территории это управление образования это комитет управления имущественного отношения это финансисты либо управление финансовое это администрация и так далее и так далее вот и все ну то есть в 7-8 раз выросло количество чиновников за это время это вы делаете неправильно я вам называю факты а вы из этих фактов какой вывод делаете это ваша проблема мы можем поднять архивные данные и назвать сколько чиновников был тогда сколько содержал за счет бюджета это же не всегда ну так поднимите и официально обнародуйте вам нужна эта информация интересует? хорошо я попрошу сделать и заодно вас будет пожалуйста почему это так и почему у вас двое и дальше вы же запомните что сейчас практически районы администрации а в 91 году было 4 района и в каждом районе был свой бюджет свои чиновники свои депутаты вы об этом не забывайте а я называю общечисленные чиновники с чиновниками Фотинской администрации Беженской администрации Советской администрации и так далее понимаете о чем я говорю? я называю общую цифру для того чтобы не уклониться никто никуда не ушел что-то забыл не назвал я называю все что есть в городе муниципальное образование по количеству чиновников есть чиновники которые исполняют полномочия субъекта и так далее но цифру мы вам обязательно дадим для того чтобы население города Брянска знало сколько в городе чиновников было в 2016 году сколько чиновников было хотеть в 2005 год хотеть в 1991 год нет вопросов 91 2001 и 2006 на связи с вами и завершаем с учетом я прошу в то время район отдельно посчитайте все четыре района на связи я уже завершаю от Прятской улицы можно завершить если получится Александр Николаевич разрешите во-первых вам выразить благодарность как ни странно что ведь вам это слышать за то что еще весной на пресс-конференции замгубернатора Жигунова вы немножко позволили себе выйти на встречку и защитить хотя бы на словах вот этот дом исторический купеческий особняк по гульвару на 26 когда было сказано что он не представляет никакой архитектурной ценности тем не менее Прятск это купеческий городок и эти особнячки это единственное что у нас осталось по закону века с Новоначарской улицы еще три таких строения и всех ждет одна судьба судьба по последним событиям пожара который случился в субботу прямо рядом между подносом областной прокуратуры и тут главно переходят вопросы Николая Миткевича сколько бы вас не было но у вас же есть полномочия нас защищать нашу культуру и живых людей которые в этом доме вот хотелось бы узнать пойдете ли вы до конца все таки встанете ли на защиту и этих строений и этих людей которые остаются единственными хранителями по судам и на Лунарщиашского и на Бульваре Гагарина 26 вот эти последние семьи которые там остались они отстояли свое жилье по суду и являются единственными хранителями этого культурного наследия с спасибо за вопрос эту проблему мы решаем вместе с Александром Анатольевичем и к этой теме неоднократно уже возвращались сегодня в городе в районе такого аварийного жилья и я говорю вот эти здания которые представляют историческую ценность около чуть больше десяти понятно что по ним нужно принимать и решение и решение с финансовым сопровождением для того чтобы их поддерживать там где они расселены и искать того кто бы мог их восстановить в том облике в котором они должны по Гагарина то что случилось ну надо во-первых разобраться с тем что случилось причем потому что у нас сегодня информации нет что там поджог или неосторожное обращение самим хозяином есть те специалисты те службы которые обязаны наша задача естественно здание этот дом сохранить его другой задачи мы перед собой не видим в отношении того чтобы его кто-то снес или кто-то подшел как планировать у Александра Анатольевича у меня была бы информация у нас такой информации нет все желающие куда-то заходят может быть заходят в другой место но не к нас но в конечном итоге решение если нам принимают то мы должны на то чтобы сносить его я его еще не давал Александр Анатольевич я тоже не помню такого случая чтобы где-то он такое заявление сделать поэтому надо сохранять существует постановление о сносе этого дома? постановление о сносе? постановление о сносе я в любом случае я его не подписывал о выселении дома о расселении такое где-то в 2006 году в 2006 году признание о аварии такой был такой был извините, в курсе ли вы что он снят с кадастрового учета то есть дом в воздухе дом не существующий дом в воздухе ну не на том что сняли с кадастрового учета что значит сняли с кадастрового учета если там жильцы проживают вот там есть документы нет вот там жильцы проживают они живут не в нигде получается поэтому я делаю с ним это факт я вчера разговаривал с Гагариной то есть это действительно факт два суда они выиграли то есть загадочным образом этот дом исчез из кадастрового учета при том что люди были там прописаны и их пытались даже оштрафовать за отсутствие прописки там и так далее то есть это вообще как бы то чего быть не может никогда в правовом государстве то есть кто-то пошел на явное нарушение закона давайте мы с вами не говорим сегодня вот так идет публичная встреча да вы представляете в одну сторону интересы я в это искренне веду интересы нашего населения мы тоже призваны изучать и проводить политику интересов наших жителей давайте вот что это реально физически существует да он требует защиты от исторических целей значит надо по факту выставить провод таким образом чтобы его захоронить правда правда значит давайте и пройдем для того чтобы его захоронить если вы говорите о том что его сняли с кадастрового учета значит надо разбирать вы фактами этими облагаете разобраться откуда каким образом это произошло вообще откуда ноги-то растут надо разобраться но у нас вот здесь он заявляет ни одного документа потому что бы снести снести его разрушить не не и не рассматривать не вообще уважаемые коллеги если говорить о историческом наследии о таких домах то я абсолютно уверен что Александр Николаевич никогда такое постановление о сносе этих строений не подпишет и оно не может родиться в умах городской администрации о том что дом аварийный может быть и жителей скорее всего из аварийного дома надо переселить в более комфортное жилье а этот дом восстановить чтобы он был в превозданном виде который существует уже десятки сотни лет и все остальные наши культурные памятники и в том числе и дома их нужно восстанавливать и приводить в тот вид который они существуют чтобы они украшали наш город потому что на самом деле наш город купеческий и исторических зданий у нас осталось довольно уничтожать никто не собирается да и не позор очень интересную тему мы к этой теме будем завершаться когда вопрос коснется бульварами обсуждения мы вас приглашаем чтобы поучаствовали выставили свою точку зрения наш архитектор выставили почему-то мы все устанавливаем надо сделать и водопудение и одну и другую сторону устанавливаем какой облик надо сохранить то, что есть а здесь нужно выразить определенные позиции и когда мы вас приглашаем обсуждать вот эта определенная позиция она вложилась в какие-то нормативные документы в правильный нормативный чтобы процесс разрушения мы дальше не придавали ускорение своими руками а вот то, что случилось естественно будет как фактор природного воздействия мы это зафиксируем а дальше не должны разрушаться там фактор партийного воздействия значит давайте так партия приходит выходит народ остается я думаю завершаем наше сегодняшнее общение не завершаем в дальнейшем мы благодарим Александр Николаевич за участие пресс-конференции и благодарим наши средства массовой информации здесь полтора десятка и замечательные слова запомните которые мы открыты всегда поэтому завершается пресс-конференция не завершается наше общение и у нас есть сегодня данные обязательства перед вами и всегда вы знаете что мы открыты звоните пишите общайтесь спасибо что волнуетесь за город интересуетесь городом и любите наш общий город спасибо спасибо вам большое уважаемые друзья мы всегда рады с вами встречаться хотя зачастую вы задаете неудобные вопросы но поверьте что под такими вопросами таким вниманием к нашей работе вы в первую очередь помогаете нам для того чтобы мы обращали внимание на самые болевые точки в городе Брянске и старались их решить спасибо за сотрудничество я надеюсь что наши встречи будут регулярны позвольте мне вас благодарить за то что вы задавали все вопросы которые вам хотел задать я прошу извинения с кого-то резким ответом обидим но у меня привычка такая резкий вопрос соответствующий я ответил в соответствующем том поэтому никого не хотела обидеть просто спирит работа такой спасибо точно спасибо 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 Сейчас, сейчас, да.